День рождения Казанского государственного университета Новая Тартария, заместитель директора Татмедиа Ну и в общем-то человек, который в медийной отрасли Республики Татарстан Ну более чем знаменитый, успел поработать и с президентом И в общем-то в других медийных продуктах В общем-то, слово вам Спасибо Несмотря на все, что там написано, начинал я на университетском телевидении Второй курс или третий, наверное И там я уже не помню подробности, как это снималось Но я помню, как я себя видел между лифтами Там черно-белый телевизор И я там рассказывал новости Международные причем мне нравились Так вот, так я себя впервые увидел в телевизоре Это было в университете во втором корпусе Ну а потом пошло, покатилось Я спустился вниз на первый этаж Там уже к тому времени обосновался телекомпания «Эфир» напротив туалета И туда я пришел с предложением делать программу Историческую прогулку показания Это мне нравилось Я учился на историческом факультете, а не на журналистике, если что И Ильшат Аминов меня встретил и говорит Да, конечно, но будешь работать в городе в программе Так я начал работать в городе, корреспондентом, потом ведущим Исторические темы не забывал Но попутно все помойки, криминал и все остальное Чем эфир тогда был, занимался И на чем сделал себе такой рейтинг, когда все шли на чехский рынок И покупали самодельную антенну, чтобы смотреть эфир Это был такой, как глоток свободы После заорганизованного телевидения Где все было, ну как-то по ранжиру И нам ужасно нравилось И у нас глаза горели И зрителям нравилось И они нас узнавали там в трамваях Говорили, ой, эфир, давай И в общем это так Сейчас у меня нет такого, конечно, воодушевления от телевидения Ну потому что она уже немножко изменилась А вам? Вы хотите работать на телевидении? Да А у вас телевизионная группа, да? Да И какой канал вы смотрите? Первый НТВ ТНТ? То есть этот канал для вас путеводная звезда, да? Ну то, где вы бы хотели работать Ну вот На первом я поработал Двенадцать лет Так что Тоже была хорошая школа И возможность Быть ответственным за всю республику Окружающие республики Ну все, все, что в округе Я был, собственно, корреспондент Первого канала После эфира, когда уже И Опять же Спасибо Первому каналу Он дал возможность мне выехать за пределы нашей Нашего региона И в Афганистане я дважды был Причем В гостях у талибов Которые вообще Журналистов, в общем, они им голову отрезали Так случилось, что вот Несколько человек позвали Они хотели выглядеть Талибан с человеческим лицом И позвали несколько журналистов Вот был я С НТВ был И еще один Парчик человек из газеты Мы всю страну объехали В течение недели Чтобы Посмотреть, как это все у них устроено С тех пор Афганистан Мне нравится Это вообще другая планета Второй раз я тоже был От Первого канала Там уже когда Талибов Когда началась Антиталибская операция И там Кананада Американцы В общем, уже было Немножко страшнее Но все обошлось А самое главное происшествие В моей журналистской карьере Случилось на Челнинской трассе Когда мы с оператором Снимали Аварию Пурга была страшная Мы ехали из Ижевска Остановились Чтобы снять Аварию Из шести автомобилей Мы снимаем И тут во всю эту кучу народа Которые разбираются И никто не пострадал Въезжает КамАЗ И там сразу Появляется Шесть трупов Включая Погиб мой оператор Виталий Безменов Я в больнице Оказывался То есть Видите, как судьба В Афганистане Оказалась безопаснее Чем на нашей Челнинской трассе Ну, до того Как ее отремонтировали Правда, участок Там уже был отремонтированный В районе Елабуги Вернемся К нашей презентации Что тут у нас Это я Во время эфира Уже после Университетского телевидения Так, нужно нажать сюда За оперным театром Лежит рука Огромная В контейнер Не поместилась То ли театр устал Протягивать руку И решил ее выбросить То ли это будет Концептуальной деталью В ансамбле с фонтаном Просящие руки Искусство Обрубили пальцы И она встала В полный рост Выразив свое отношение К жизни Недавно у меня на экскурсии Была женщина Говорит Мне так нравилось Когда вы в эфире У вас всегда было Как-то весело Вас смотреть Ну вот Я старался Чтобы было весело Тут вся моя биография Но это вы можете прочесть Что еще я попробовал Из того, что здесь не написано Попробовал Да, быть чиновником Десять лет я был Президент-пресс-секретарем И это уже с другой стороны Когда ты готовишь материал Для твоих бывших коллег И понимаешь их нужды И что им нужно И стараешься делать так Чтобы власть была максимально открыта Это был очень интересный опыт И мне он много дал И естественно Я уже с тех пор понимаю Что Работа власти Это не такой упрощенный взгляд журналиста Что Там на самом деле Очень много работы Ответственности Ты всегда Никогда не знаешь За что ты получишь За что тебе прилетит В общем Сейчас я уже не под таким грузом ответственности Поэтому я чувствую себя Тоже хорошо Да А в двадцатом году Я подумал Что что-то нет канала Где бы мне хотелось работать Телевизионного И завел свой канал Ютуб Назвал его Новая Тартария Это Кур-код Который может Вас вывести на этот канал Чтобы вы сразу на него подписались И уже не могли оторваться Там 21 фильм Про старые дома Казани Про историю республики Первый номер вышел Первый выпуск вышел 27 мая В день образования республики Когда был подписан декрет И об этом собственно и была история И надо сказать Что все мои телевизионные навыки Перед этим ютуб каналом Оказались вообще напрочь забыты И я как младенец Все начинал заново Вот сижу так Попробую Друзья Вот только вышла из печати Книга Татарстан 100 прежде и теперь Мы с очень увлеченными Историей современностью Людьми Краеведами Историками Фотографами Дизайнерами Попытались как в окно Заглянуть в жизнь людей 20-х годов прошлого века И сравнить с современностью Выглянуть из нашего окна Тоже историческое время Итак В общем Сейчас я на это смотрю И понимаю Что вот тут я телевизионщик И Так вот Не торопясь Как-то так Без особого Удержания внимания Рассказываю Ну такая у меня школа Потому что с телевизора Особенно в прошлом Зритель особенно не уходит Смотрит что ему дают И тут мне пришлось перестраиваться Потому что Ютуб Это совсем Другое Другой Другое зрительское внимание И его нужно удерживать постоянно И Вот с этим вялыми началами Тем более Сидя за столом Я начал бороться Доброго дня Я Эдуард Кайруль Канал Новая Тартали И сегодня Мы же сделали Чайный сервиз Татарский Тантана Торжество Тончайшего костяного фарфора Снаружи видно Сколько чая в чашке осталось Купольная форма Как царская казанская шапка И одновременно пиала Помним же Как бабушки учили нас пить чай Не обжигаясь Орнамент Классические мотивы казанских татар Круговой ритм Хоровод тюльпана узоров Из золота и серебра На каждом предмете Свой орнамент С ручной прорисовкой Дизайн главного художника Татарского Привет Это Новая Тартали И я Эдуард Хайролин Колдовщик Кладов Ищем их вместе Вот роскошная шкатулка В русском стиле На бывшей большой грузинской Теремок для художников Архитектора Карла Мювке 9 сентября 1895 года В ознаменовании бракосочетания Николая Второго И Александра Федоровны Открывается в Казани Художественная школа Тогда это первая ступень К столичной Ну и так далее В общем Такой произошел У меня Не знаю Прогресс Регресс В общем Движение от телевидения К ютубу К интернету Там где Внимание зрителя Гораздо быстрее слетает И поэтому За него нужно Бороться Какую-то динамику Постоянное движение В общем Включать И удерживать внимание Какие-то Из кармана Доставать штуки В общем Всячески Всячески Приковать внимание И Опять же Вспоминая Это начало И как я первый ролик Сделал Вот видите Там с книгой Такой серьезной И мне все время казалось Нет Надо что-то доработать Надо сделать лучше Но мои Консультанты по ютубу У которых уже Масса каналов Там секреты И вообще Они такие мастера Они говорят Да забей Вообще В интернете Главное Начать Ну а походу Будешь исправлять В общем Я поступил Так как они сказали И в итоге Зато вышел Вовремя ролик И действительно Он зашел А потом второй В общем Я такой оборот Набрал раз в две недели Чтобы выходило Сейчас мне конечно Уже Нет столько возможности Этим заниматься Потому что Тут этап медиа И Начались проекты Которые Родились из этих фильмов Когда Людям так интересно Что им хочется В эти здания Сходить вместе со мной И мы туда идем Это и дом Ушковой И вот художественная школа То есть Это вот когда Ты выходишь из телевизора Или из ютуба И начинаешь жить уже Жизнью Которая Связана с тем Что ты показал на экране Ну и вытекает И мне это тоже нравится Когда ты сначала Работаешь над материалом Копаешься в архивах Какие-то предметы Ты находишь Покупаешь Находишь данные Которые никто не знает И ты их доносишь в фильме А потом доносишь их людям И непосредственно Глаза в глаза Это совсем другая аудитория Когда Ну когда Ты видишь Обратную реакцию В телевизоре Ты видишь только объектив Где у нас объектив Ты увидишь И там За ним никого Как бы А когда Вот ваши глаза Симпатичные девушки Сделал по поводу Ютуб-канала Ну поддерживать интерес К теме Работать архивы В общем Да, это вы уже прочли Команда Тоже важна Между прочим У меня в команде Человек Который пришел Из университета С журфака Вот Алина Пришла на практику Ко мне в пресс-службу Потом Наши пути расходились Она Чем только не занималась Какими только Журналистскими проектами И бюрократическими тоже Но в итоге Оказались вот опять рядом И Мне кажется Если вы найдете Какого-то себе Такого наставника Который будет вас вдохновлять То вам То у вас сразу Загорится глаз У нас Что там дальше Рад знакомству Да Это наши Вконтакте Телеграмы Еще у меня есть Инстаграм Который называется Эд Хайрулин Дом Ушковой Тоже мой инстаграм Я веду И В фейсбуке Тоже Эдуард Хайрулин Ну и еще По поводу экскурсий Которые вышли Из фильмов Дом Ушковой Вот Вы все знаете Бывшая нацбиблиотека Когда я Сделал фильм А потом Меня попросили Провести экскурсию Я срочно Пересмотрел Свой фильм И сказал Да Окей Провел экскурсию Потом У людей Был интерес И я начал Ходить Потом Новые объекты Новые фильмы В общем Да У меня есть Теперь экскурсии В Дом Ушковой В художественную школу Которую построил Архитектор Мювки Вы между прочим Учитесь Прекрасном Старинном здании С которым Я вот сейчас Хожу И восхищаюсь Какие окна Потолки Какой вид Цените Потом не будет Хотя у вас еще Много впереди времени Можно воспользоваться Паузой И напомню Что Инстаграм И фейсбук Принадлежат мета Которая признана Экстремисткой На территории Российской Федерации Ребятам Чтобы на монтаже Было проще Теперь им звездочку Не надо Ставить на вашу речь И теперь можно Перейти к вопросам Чтобы у нас был А можно еще попросить Только вас вернуться В красное кресло Пожалуйста Потому что Так будет Гораздо лучше Опять таки По картинке Тартария Это то Что на старых Европейских картах Называли Картографы Все что Восточнее Волги До самого океана И для меня Тартария Это больше Чем Татарстан Это Та неизведанная Земля Которую Нам предстоит Всем Открыть И восточнее Волги И в себе И в собственной земле То что Скрыто И мне интересно Об этом накопать И рассказать зрителям Поэтому Тартария Которая вот такая Терра инкогнито Ну и соус тартар И тартарары Все туда Все туда Господа Вот мы так Подобрались К вопросу На ответной сессии Поэтому да Я вижу Что у вас Были вопросы Можете пожалуйста Формат вы помните Да То есть Здравствуйте Меня зовут Ева Малиновская Студентка тележурналистики Телевидения Вы рассказывали Что от телевидения Пришли к ютуб каналу И я хотела спросить Как вы считаете В современном мире Журналисту лучше развиваться На телевидении Или уже в интернете Меня недавно приглашали На телевидение Вести Я подумал И не пошел Но С другой стороны Я договорился с каналами Чтобы мои выпуски Там показывали То есть Мне кажется Это аудитории Обе совершенно уважаемые Просто У одной Одни интересы У другой Другой Что вам ближе Вы выберите сами Ну мне Ну канал культуры Однозначно Конечно Из телевидения Мне близко Тем более Что я видите Начал мигрировать В это культурно-исторические темы И Там бы кстати Я поработал А Так Когда ты создаешь Свой канал То ты у него так погружаешь Что он Как твой ребенок И ты его вынашиваешь И В общем Мне это Интересно Я не против телевидения Я только за телевидение Качественное В лучших традициях Журналистики И Поэтому К каждому Кому что ближе Спасибо А еще вопросы Меня зовут Рахматуллина Арина Телевизионная Журналистика Первый курс Я хотела бы узнать Вы монетизируете Как-то свой контент Я не успел Дойти до того Момента Когда Ютуб Начал это Монетизировать А потом Все это отключили То есть Оттуда я ничего Не получал И Какая-то косвенная Монетизация Это может быть Экскурсии Куда Ходят люди Знаю Что я в этом вопросе Разбираюсь Что я Накопал Что я Это показал И они видят Как я это показал И их Это в общем устраивает Некоторые Вот на канале Культура Мы делали Фильм про Дом Мушкова И сейчас Люди со всей стороны Приезжают на экскурсию Мы видели Мы видели На канале Культура Вас И пришли К вам на экскурсию То есть Вот такая Косвенная Монетизация Через экскурсию Вот Ходили слухи Что его Запретят В Российской Федерации Либо закроют Почему именно Ютуб И почему не Рутюб Допустим Видеохостинг Да вы знаете Я в Ютубе Еле разобрался Разбираться в Рутюбе Просто руки не дошли Возможно Скоро придется Да, ребята Вы уж как-нибудь Охотелите Будете хлопать Или не будете А то так Кто-то один начинает Давайте без область Здравствуйте Меня зовут Виктория Бояренцева Я учусь На телевизионной Журналистике У меня вот Такой вопрос Есть невербальные Средства Выразительности На экране И вот сейчас В период Специальной военной Операции В частности Первый канал Этими Средствами Выразительностями Пользуются То есть Вот Если идет сюжет Про специальную Военную операцию То мы слышим Как стреляют Пули Как они летят Как едут танки Как кричат люди Вопрос К вам Как к телевизионщику Способствует Это вот такому Вот Что ли Насилию Насилию Военных действий Когда вот человек Смотрит новости И он понимает Что он же Он же полностью Погружается В эту картинку Ну это лайф Такой Да Когда звуки Есть такое Да Есть такое По крайней мере На первом канале В новостях Да В новостях Не знаю Я помню Когда мы ездили В Чечню Там Или в Афганистан Это конечно Лайф Он всегда предавал Ну какой-то Красочность Я помню Но в Афганистане Я был В отеле И там сбежали Я в отеле сижу Плов ем А в это время Сбежали Из тюрьмы Талибы Недалеко от того места Где я ем плов И И как раз Выход в эфир У меня Я просто С телефона Сидя на балконе У меня все Спокойно Тихо Ну рассказываю То что я знаю Что вот сбежали Вот к нам пришли Товарищи все грязные Которые говорят Вот Ну носите ноги Ну я в общем Достаточно спокойный текст Нахрипел Ну то есть по телефону Потом мне мои Родственники Говорят Ты в таких Ты в таком месте Оказался Там пули свистели Там вот взрывались И твой голос Дрожащий На этом фоне То есть они думали Что я там В центре событий Действительно Вот ощущение того Что ты Что я Оказался там Вокруг меня Пули рвутся У зрителя было И в моих родственках Они распреживались На самом деле С моей стороны Все было спокойно Плов был вкуснейший Конечно Это зрителям Создает ощущение Того что ты находишься В гуще событий И наверное Это какой-то градус Их эмоциональной Вовлеченности Повышает И поэтому У меня нет какой-то Я честно говоря Видите от вас узнал Что Потому что Совсем недавно Была проблема Что нет живых кадров Вот С этих событий И что только Какие-то отчеты Пресс-релиза Если вы говорите Что сейчас стало Много живых кадров Значит Значит что-то изменилось Я на ваш вопрос Не ответил Да Он был о чем О том что Телевидение Повышает градус агрессии Да Но Тут знаете Без стрельбы Ток-шоу посмотришь И агрессия конечно Врывается Поэтому Ну ток-шоу Это ток-шоу Там пришел После работы Домой И поразвлекаться Посмотреть Например Мужское и женское То же самое И понять Как у тебя в жизни Все хорошо А новости Мы же все-таки Узнаем информацию Ну у меня на этом все В принципе Кто еще хочет Здравствуйте Меня зовут Дарья Степанова Я хотела Поинтересоваться Насчет Можно добавить Но Мне радостно Что вас это беспокоит Спасибо Продолжить Да могу Я хотела узнать Про вашу команду Много ли у вас Людей Которые помогают Вам с ютубом С ютуб каналом И тяжело ли найти В наше время Компетентных Людей В различных сферах Ужасно Я насколько Некомпетентен И насколько Я сейчас Над текстами Бьюсь Потому что Можно сто лет Работать И каждый текст Все равно Ты вынашиваешь Потому что Что-нибудь не хватает Фактуры не хватает Глубины не хватает Как-то не ложится В башне Сюмбике Встроенную конструкцию И С профессионалом Плохо Пожалуйста Становитесь профессионалами И давайте Приходите Будем работать Кто у меня есть Алина есть Есть у меня Группа съемочная Сначала была одна Которая вот Профессиональные Ютуберы Потом Мы сошлись С профессиональными Телевизионщиками Которые И на Вести И туда И сюда Снимают Поэтому Они занимаются Своими делами Но когда я Созреваю Я их приглашаю То есть Они приходят Еще у меня Есть партнер Который По архивам Копает Света Брайловская И в экскурсиях Мы тоже вместе Работаем И Ну вот Такая небольшая Команда Но Не хватает Приходите Пожалуйста Спасибо большое Есть еще вопросы? Единственный представитель Другой группы Здравствуйте Меня зовут Екатерина Каляткина Я из группы Digital Media И у меня такой вопрос Какими способами Продвигались вы И можете ли Что-нибудь посоветовать? Я у вас хотел спросить Как продвигаться? Я Вот Во-первых В первую очередь В тех Что со звездочкой Каналах Сейчас Ну вот Я надеюсь Количество подписчиков У меня сейчас прибавится Просто схожу Всем рассказываю Какой классный канал Те Те Которые приходят Ко мне на экскурсию Тоже узнают И Им Интересно Потом Посмотреть Куда еще Мы можем сходить Вконтакте Тоже Освоил А хейтеры уже есть? Нет у вас? Ну вы просто говорите Вот Всем нравится Всем нравится Но хейтеры же тоже есть Они же должны быть Есть У меня есть еще один Ютуб канал Называется Татарский с полиглотом Петровым Это проект Который Мы так долго Все учим Татарский Что я Будучи рядом с президентом У меня созрела такая схема Надо уже зайти с обратной стороны Пускай нас русские научат Татарскому И был такой на канале Культура Программа Полиглот Который Полиглот Петров Дмитрий Он всем языкам учил Звезд С большим успехом И вот Я его нашел Мы с ним договорились Он выучил за два месяца Татарский язык И мы сделали курс Телевизионный Сначала там В классе сидели Шесть человек учились Двадцать четыре урока Потом наедине Потом мобильные приложения Потом Учебник В общем там иногда Появляются хейтеры Которые Говорят что мы неправильно учим Что мы неправильно произнесли Но я считаю Что это просто движуха И Ну Я бы это не назвал хейтерами Это наши все помощники Которые помогают нам лучше Узнать товарский язык Спасибо Татарский С Дмитрием Петровым Тоже подписывайтесь Если вдруг нужен вам татарский Еще есть вопросы? Когда вы создавали Ютуб канал Ну Возможно Вы формировали Какую-то насмотренность Вот Кем или чем Вы вдохновлялись Какими каналами Может быть Что смотрели Чтобы привнести Что-то интересное В свой канал Ну Я чувствую Наверное небольшой Насмотрен Насмотрен Несильно Насмотренный Но Парфенова И Дудя Я посмотрел Несколько выпусков И Да Я тоже Вынужден Сделать Померку Что Юрий Дудь Признанный Нагентом Спасибо За подсказку Из зала А Парфенов А Парфенов Тоже Парфенов По-моему Пока не признан Немного Парфенова Смотрел Ну И вообще Он Интеллигентный Человек Со старой школы Телеведущий Поэтому Мне такие нравятся Спасибо А еще вопросы? Добрый вечер Меня зовут Арина Мухаммедовна И хотела у вас спросить Скажите пожалуйста С чего начинать Молодому тележурналисту И когда ему стоит начинать Тут такое двоякое мнение С одной стороны Чтобы Что-то транслировать Даже банальные Социальные сети ввести Нужно какие-то знания Опыт какой-то С другой стороны Хотел что-то сказать А с другой стороны Важно Что-то делать Как-то начинать Какого мнения Вы придерживаетесь И что собственно С чего начинать лучше Спасибо Сфотографируйте сейчас нас И с этого начните Я Свой Твиттер Тогда Первый появился Начал с того Что тоже Не знал с чего начать Тут Еще и про Твиттер Напомним Я смотрю У нас сидит Девушка Которая знает все Это В общем Одну из соцсетей Я начал С того Первую соцсеть Когда я ехал В лифте С дирижером В кабмине С гергием И я снял Как он Вот так снизу Снял И там Было ничего не понятно Кроме того Что зеркало Нос И это была Первая картина Которая И для меня Потом я понял Не важно С чего начать Начнете с чего-нибудь Сегодня Хороший повод Чтобы начать Спасибо То есть Вы считаете Что начинать С социальных сетей Это хорошая идея Даже если ты Без опыта Какой опыт Вы видите В соцсетях У кого там есть опыт Меня это смущает Это же ответственность Ты же говоришь Что-то людям Ну а если они Не слушают То никакой ответственности Ну а некоторые Слушают Читают Легче Спасибо вам большое Есть еще вопросы? Но если вопросов нет Давайте поблагодарим Нашего гостя Аплодисментами За Спасибо И на этой Приятной ноте Закончим Напомню Что в гостях У нас был Эдуард Хайрулин Заместитель Руководитель Республиканского агентства ТАК Медиа Оставайтесь с нами Впереди еще много всего интересного Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин